Часто и густо задавали вопрос, что будет, если в срок не уложимся. Там угрожали, грозили, там всякие были вещи у нас с вами, но все, естественно, понимали, что такой объект трогать, ну, чревато, да, очень чревато, но определенных ответов дать, что же будет, да, что же будет, пока эти ответы не были сформулированы в виде документов на бумаге, четко однозначно прописанных не было, мы могли полагать, что да, все равно будем делать все, все равно будем решать проблему, каким образом, что это уже было еще неизвестно, еще не прописано на бумаге, но ясно было, что все равно будем делать и доводить до ума. Теперь вот вчера пришли документы, наконец-то, то, что 27 марта 23 года правительство Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, составил выписку из протокола номер 63. Ну, прямо было зачитано, могу зачитать, председательствующий межведомственной комиссии, ответственный секретарь комиссии, по вопросу седьмого повестки заседания межведомственной комиссии, рассмотрел заявление на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности в особо экономической зоне Технополис техновинедрительского типа, созданного на территории города Москвы. Докладчик такой-то, в отношении нас, где мы запрашивали продлить срок до конца сентября. Вот, и вот они приняли решение, решили поддержать бизнес-план общества с ограниченной ответственностью СОВЛМАШ в целях реализации проекта создания инновационного центра для проектирования энергосберегающей и так далее, да, системы управления ими, и рекомендовать заключение дополнительного соглашения номер два к основному нашему договору. Далее дополнительное соглашение к соглашению об осуществлении опять деятельности в Москве и так далее. И в данном соглашении условия об оплате резидентам департаменту инвестиционной промышленной политики города Москвы штраф в размере трех миллионов рублей в случае нарушения резидентам на шесть месяцев сроков ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Срок ввода в соответствии с актуализированным бизнес-планом не позднее 30 сентября 2023 года. Это, коллеги, надо понимать, что это не завершение строительства, а срок ввода в эксплуатацию. Это значит, что надо будет получить заключение о завершении строительства и разрешение на ввод в эксплуатацию. Ответ получен, да? Значит, что будет? Три миллиона заплатим штрафа. Если на шесть месяцев. Я думаю, с этим можно согласиться. Услови. Предоставление обществу с ограниченной ответственностью Департамент инвестиционной промышленной политики города Москвы в течение трех месяцев с даты подписания дополнительного соглашения без отзывной банковской гарантии в размере, равном размеру штрафные санкции за нарушение условий, да? Срок действия, который должен быть не менее чем на три месяца превышать до этого срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Понятно, да? А также безотзывную банковскую гарантию в размере, равном максимальному размеру штрафа за нарушение условий соглашения в редакции дополнительного соглашения 17 октября 2022 года в части осуществления инвестиций, срок действия которых должен не менее чем на один год превышать дату окончания осуществления инвестиций. Тоже понятно, надеюсь, да? Это значит, тот график инвестиций, который мы предоставили, если мы его нарушим, штрафные санкции. Размер штрафных санкций исчисляется, там есть специальный формул. И мы должны предоставить такую гарантию. Две вещи. Понятно, да? Почему мы говорили в вопросе, что надо инвестировать, желательно раньше. И в то же время, там написано, видите, что у нас, что осуществление инвестиций, срок действия которых должен не менее чем на один год превышать дату окончания осуществления инвестиций. Это то, что мы по графику при строительстве. Но у нас, мы с вами говорили о том, что при преобразовании в акции могут быть там акции быть приобретены с рассрочку, с выплатой стоимости. Что мы с вами говорили о том, что у нас даже те, кто будут с рассрочками на 30 месяцев, что все равно деньги не пропадут. Потому что условия, которые сейчас развиваются, и которые мы договариваем, и которые закладываются и заложены в этом документе, которые будут подписаны в дополнительном соглашении, учитывают возможность отклонения от срока со штрафными санкциями, если на 6 месяцев. И если мы в график инвестирования, а тут он прилагается, да, график инвестирования, по годам, которые у нас год идет, да, тут приводится. Ну, тут много чего нас приведено, но есть и график инвестиций, который мы с вами берем, вернее, мы взяли, да, на себя. Вот, и расчет технико-экономических показателей по субъектам идут. Значит, у нас всего без учета НДС 1 миллиард 496 миллионов 300 тысяч. Вот, итогом должно это еще НДС, и там не учитывается этот объект капитального строительства, там много чего еще не учтено, но тем не менее, тем не менее. Суммарный объем инвестиций без учета НДС связан с приобретением, созданием, модернизацией и так далее к участку, к использованию внеоборотных активов на земельный участок, указанных в приложении 10. И так далее, да. Вот, все это расписано, все это уложено. Поэтому, кто задал вопрос о том, что будет, как будет, значит, если мы на 6 месяцев отклонимся от даты, у нас 3 миллиона штраф будет. Если по инвестициям мы не справимся, заданный график, ну, там еще где-то будет порядка 5. И таково, на 8 миллионов нас могут наказать, если мы в сроки не вложимся, да. Вот, и, в принципе, нам на эту же сумму надо иметь банковские неотзывные гарантии. Я ответил теперь на вопрос. И, коллеги, у меня к вам просьба, еще раз говорю, да, что я отвечаю на вопрос конкретно, только тогда, когда есть конкретный ответ. Все остальное, да, остается как предположение, гипотезы, там, то, что машина времени, сколько заработаем, сколько будет, сколько, как будет, будем ли они платить штрафы. Я не знаю, справимся, не будем платить, не справимся, сами понимаете, но я за эти деньги удоблюсь, честно говоря.